Есть сайт на Bittrex, в нем есть определенная структура товара, как мы видим, и необходимо наполнить этот сайт. Давайте посмотрим вначале, какие поля необходимы для сбора по нашим товарам. Вот мы видим в блоке свойств для ванной УТ, в разделе типа инфоблоков, есть определенные поля. Артикул, производитель, материал, цвет, ширина, длина, высота, определенные картинки к нам подтягиваются. Далее производитель, объем, гибромассаж, количество человек. Все вот эти поля мы по возможности должны скопировать с другого сайта. Теперь изучим сайт нашего партнера, либо конкурента, либо поставщика, какие у него есть разделы. И что можно собрать, какую информацию можно собрать. Криловые ванны. И вот одна из них. То есть здесь мы можем получить артикул, длину, ширину, высоту, материал, объем, гибромассаж, гидромассаж, есть он или нет, слив-перелив, оснащение, гарантия, стана-производитель. То есть практически все поля, которые нам необходимы для нашего инфоблока. Выписываем эти поля в отдельную таблицу и готовим парсер по данным полям. В дальнейшем нам придется данный каталог импортировать. Для того, чтобы понять, как его правильно экспортировать, переходим в инфоблоке экспорт.csv. И экспортируем наши каталоги в ванны.ut3 в файл.csv. Откроем его и изучим структуру. Видим вот эти верхние поля. Они определяют свойства, либо они напрямую заложены в сайт. Поставим поля, которые мы получаем в экспортированном CSV файле. С полями, которые мы будем импортировать и которые будем собирать через наш парсер. Теперь мы можем для парсера настроить определенный формат вывода нашего файла. И вот формат для нашего парсера. Вначале идут заголовки наших полей, которые будут использоваться для распознавания битриксом при импорте. А далее идут сами поля, которые будут парситься с нашего сайта. На сайте было 21622 товара. В каждом несколько картинок. И посмотрим на результаты от фарсинга. Все товары были собраны в определенные подпапки. В каждой папке все разбито по определенному каждому товару. У каждого товара есть несколько фотографий. Их может быть 7, 8, 3, 1, 2 и так далее. Они были собраны у нас на русском языке. Поскольку у нас все на сайте конкурента, партнер идет на русском языке. То есть мы брали вот эту вот категорию. И вот здесь супер категорию вот отсюда. По этой супер категории, категории и кода товара мы формировали соответствующие вывод товара в папке. Для того, чтобы это можно было использовать на нашем сайте, нам необходимо переименовать его на английские буквы. Переименование мы можем сделать через svs rename. Если мы не сделаем переименование на английские символы, то возможны проблемы с FTP, либо при загрузке нашими пользователями на сайте. Для переименования просто конвертируем с русских в английские, далее убираем лишние пробелы, заменяем пробелы на нижние подчеркивания. И делаем это и для папок, и для наших файлов. Теперь посмотрим на наш сайт. Видим, что здесь категории, которые у нас есть, и категории на сайте, которые мы импортируем, они несколько отличаются. Чтобы их сопоставить, нужно вот эту вот конечную категорию акриловые ванны сопоставить с конечной категорией в наших разделах. И по этому самому нижнему разделу мы можем выстроить структуру сюда. Посмотрим, как это делается через Excel. Вот мы сделали сопоставление по разделам. У нас есть нижний раздел из того сайта, который мы парсим. Нижний раздел из того сайта, который мы будем вставлять. И сюда мы поставляем верхние разделы. По этим разделам мы готовим группы. А именно при импорте мы будем использовать группы ASGрупп 0, 1, 2. И вот сюда мы, собственно, оставляем наши конечные группы. Когда мы поменяли все разделы, сопоставили все картинки с нашей папкой на ftp-ресурсе, мы можем подгрузить наш файл на сайт. И вот я уже подготовил BD-тест. Открыть. Убираем тип каталоги. Убираем ванны UT3. Далее. Здесь у нас файл идет с разделителями. Точка запятой. У нас есть имена полей. По этим именам полей, собственно, и будет сопоставление битриксом наших названий. Вот мы эти названия сопоставили. И теперь можем удалить предыдущие товары. Можем деактивировать их. Поставить путь к картинкам. И, собственно, здесь самое главное для нас, если мы загрузили файл в другой структуре, то можно ничего не изменять. Загружаем данные. Вот видим, что у нас обработан 332 строки. И полностью корректно 332 строки мы загрузили. Перейдем теперь в раздел нашей ванны. Посмотрим. Видим, что, да, действительно, наши товары подгрузились. И просмотрим на примере одного из товаров. Подгрузились ли правильно эти поля. Видим, название есть. Симульный код есть. Обязательное поле у нас тоже есть. Это у нас код товара. Далее. Есть у нас короткое описание. Полное описание. Несколько картинок вставлено. Бельгия. Ширина. Высота. Страна. Арти был подтянут.